Доброе утро Плюс 4, плюс 1. Днем плюс 7, плюс 12. И местами плюс 1, плюс 6 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 9, плюс 11 градусов. Сотрудник Росгвардии Карачаева-Черкесии Игорь Поненко стал участником массового старта на 10 километров вокруг горы Машук. Примечательно, что в забеге участвовала и супруга Игоря Виктория. Чему был приурочен забег, какова его цель, а также о забеге Российской Федерации и предстоящем марафоне в эти минуты в нашей студии супруги Поненко расскажут моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Виктория. Доброе утро, Игорь. Рада вам. И вам тоже. Повод для нашей встречи не профессия Игоря. Я знаю, что Игорь работает в Росгвардии Карачаева-Черкесии, но вы спортивная семья. Да. И сразу хочу сказать нашим зрителям, что вы просто чуть ли не с младенчества вместе. И вот проходила такая акция, как забег вокруг горы Машук в городе Пятигорске на 10 километров. Игорь, ты решил принимать в этом участие. И почему ты взял с собой супругу? Почему это был семейный забег? Вообще это так планировалось? Какая была идея, какая была цель вот этого забега? Вы же не просто так вокруг горы бегали. Это, наверное, было какое-то командное соревнование между вашими службами. Ну, это скорее приурочено было памятной дате 3 сентября, дню солидарности боевых с терроризмом. И девиз этого забега был «спорт против террора». Принимали участие там люди со всей России. Даже были люди, представители с Якутска, с Петрозаводска. Поэтому Кавказские минеральные воды притягивают со всех уголков нашей страны людей. Не только там были с Кавказа люди, что это приятно, что наши Кавминводы посещают жители всей нашей необратной страны, участвуют в этих забегах. И это очень приятно, что многие люди занимаются бегом. Всего там было около 800 участников. Было две дистанции 3,5 километра и 9 километров 800 метров. Вы бежали на 9 километров 800 метров? Ну конечно, 3,5 километров это так сказать. Для вас и для начинающих ничего. Да, что хотелось бы отметить, что там были люди, которым было за 60 лет. То есть возрастной категории там нет. Там от 7 были лет участники и до 60 плюс. И также награждали всех этих участников возрастным категориям. И стоит отметить, что эти забеги организует беговое сообщество «Кавказ-Ран». Они во всех городах Старопольского края, не только их проводят, и в Кабардино-Балкарии. То есть я так понимаю, что к твоей службе это не имеет никакого отношения? Нет, не относится это к моей службе. Но приветствуются на работе. Конечно, приветствуются. И некоторые еще мои старые сослуживцы, так сказать, которые в другом месте службы со мной проходили. Я их там тоже встретил, они тоже участвовали. Это, как сказать, спорт объединяет разных людей, разных профессий, возрастов. Так кроме вас были там семейные пары? Конечно, конечно. Или это обязательное условие? Нет. Нет, это не обязательное условие. Дистанция 9 километров, даже бежали дети, которым 10 лет, 7 лет. Вот я бежала, ну, когда уже пошли горки там круглые, как даже последние 2 километра. Мы бежали прям целыми семьями, как вместе поддерживали друг друга. Какие вы пришли там к финишу по счету? Какими? Ну, можно сказать, топ-150 попали. Ну, неплохо. Ну, можно сказать, что там участвовали и профессионалы, не только любители. Мы все относим к любителям. Там участвовали и профессиональные спортсмены, потому что там есть и свой денежный приз занятия. Организаторы заинтересованы не только. Вам вручили медали. Ну, это да, это отличается каждому финишеру. Стартовый пакет с памятными футболками, там, в стартовом пакете от спонсоров, которых очень много, тоже они свой вклад вносят. Ну, довольно интересно. Я так понимаю, что это не первые ваши беговые соревнования. Вы участвовали, вот акция проводилась в Карачаево-Черкесии, она называлась, если я не ошибаюсь, Забег РФ. Забег РФ, да. Забег, да. В Черкесске. В Черкесске, да, это Забег РФ. Там какой километраж был? Я бежал полумарафон 21,1 километр, и супруга бежала 5 километров. После перерыва на декрет, роды, сначала полумарафон я бы не смогла 10 километров пробежать, поэтому решила начать маленькой дистанции. У тебя маленький ребеночек, в такой замечательной форме. Вы вообще бегом как начали заниматься? Вы вообще спортивная семья, я знаю, девочка ваша занимается гимнастикой. Да, старшая дочь занимается художественной гимнастикой, также участвует в соревнованиях, в местных соревнованиях, которые проходят здесь, на территории Карачаева-Черкесской республики. И также выезжает на Россию, где занимает призовые третьи, вторые места. А вы целенаправленно занимаетесь бегом, легкоатлетикой? Нет, это пришло, когда я находилась в первом декрете. Муж служил в Грозном, в 46-й бригаде. Он по своей профессии, ему положено было бегать и быть всегда в форме, а я просто присоединилась из-за декретных будников, чтобы скрасить свое одиночество. Бег очень помогает как бы собраться, побыть наедине с собой, то есть собрать свои мысли в кучу. И так пошло, поехало, втянулось. Это уже вышло на такой любительский спорт, уже не просто побегать, а уже интересно участвовать в соревнованиях. Этот командный дух, когда бежишь, это очень так закаляет. Я, честно говоря, не знаю, насколько это правда, но я слышала, что вы идете на марафон. Там, по-моему, 40 километров. Хотелось бы узнать, где это будет проходить, и точно ли вы будете участвовать, и впервые ли у вас такой километраж. Игорь, расскажи, пожалуйста. Да, это будет проходить в Кисловодске 10 октября. Также там планируется около полторы тысячи участников на этом марафоне. В Кисловодском парке он будет проходить. Считается он один из самых сложных, потому что классический марафон проходит по шоссейной трассе, а там преобладают подъемы, спуски. Поэтому этот, как так сказать, вдвойне сложнее, чем обычный марафон. Я планирую, да, участвовать на марафонской дистанции, супруга на полумарафонской. У тебя 40... 42 километра, 195 метров. Виктория, у тебя? 21 и 1. Километры 125. Тоже немало. Ну да, это первое. Как готовитесь? Как готовитесь морально, физически? Как готовитесь к таким забегам? Готовимся мы, так сказать, как есть возможность, как дети позволяют. Бабушки выручают, да, поэтому готовимся мы, можно сказать, постоянно. Здесь не бывает такого, что ты готовишься, готовишься, потом перестал и все. Потому что если ты больше 70 дней ничего не делаешь, то ты начинаешь все с нуля. Ну, наверное, все-таки это будет теперь у вас всю жизнь. Увлечение на всю жизнь. Да. Я думаю, да. Не только у нас, и у наших детей. Да. Тоже мы младшую планируем отдать на легкую атлетику, потому что две гимнастки в семье это много, пускай будут разный спорт. Ну что ж, я желаю вам удачи на новом старте и удачи в работе. Спасибо большое. Всеменного счастья вам. Спасибо. Если допинг, то от природы и ее чистого воздуха. Его вдыхают на тренировках в Тиберде дзюдоисты школы Олимпийского резерва. О том, на какой результат рассчитывают спортсмены в процессе спортивной подготовки в горах и как они себя чувствуют в курортном городе, смотрите в нашем репортаже. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь лечат заболевания дыхательных путей не только. Чистый горный воздух, обогащенный фитоцидами хвойного леса и свежестью природных родников, действительно способен надолго зарядить бодростью спортсменов. Уверен самый успешный тренер по дзюдо на просторах бывшего СР и России, главный тренер Центра Олимпийской подготовки в Челябинске Александр Евгеньевич Емилер. Его ученики ежегодно стоят на международных пьедесталах с медалями на груди. Как мы уже знаем, ваши сборы проходят много лет уже в Карачаево-Черкесии. Скажите, пожалуйста, почему? Потому что мы давно облюбовали Карачаево-Черкесию, особенно Донбай. Мы много лет уже готовимся. Это на предварительных сборах. Здесь мы набираем природный допинг. И вот хорошая база, где ничто не мешает готовиться. Прекрасно готовят, прекрасное размещение. И все условия нам нравятся. Поэтому будем еще больше посещать Карачаево-Черкесию и большим составом. После Олимпийских игр это первая подготовка к чемпионату для нового цикла, говорит знаменитый наставник Александр Миллер. По результатам соревнований будет дан старт к формированию новой команды на Олимпиаду в Париже. Спортсмены, занимающиеся в Тиберде, состоят из сплава молодости и мастерства. Так говорит Александр Евгеньевич о своих учениках. На этом сборе присутствует Ирина Цаидов. Он заслуженный мастер спорта. Сейчас только что закончился перенесет России до 23 лет. Призером страны стал Арафат Баташев. И вот основная ставка на чемпионате страны у нас на этих двух спортсменов. Остальные ребята, они выступают по юниорам, то есть молодежный состав. Российский дзюдоист и победитель этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Европы Ренат Цаидов, родился и вырос в республике. Живет и тренируется в Челябинске. Он хоть и родом из региона, но все же, приезжая вновь на курортные места родины, получает новые эмоции и впечатления. Не представляю, каково наш эмоционер. Приезжим, гостям, друзьям. Отлично, условия отличные, база отличная. Питание. Отдельный плюс, наверное, поварам, надо сказать, тете Асе, если может, увидит. Спасибо всем. Очень круто, отлично все. А что ты можешь сказать про тренера своего? Ну, про тренера это... Нам эфирного времени не хватит, чтобы на него сказать. Это легендарный человек. Ну, самый титулованный у нас в России. Что могу сказать? Все, что я имею, это мой первый тренер, это Вячеслав Иванович Пчелкин. Второй тренер, вот, Александр Евгеньевич Миллер. Мои вторые отцы, как говорится. Хочется отряхнуть стариной на чемпионате, говорит шутярина Цаидов. Готовился все лето и надеется на удачное выступление. А чтобы у спортсмена был высокий результат, необходима дисциплина, отметил он. О высоких результатах и речи не может быть. Дисциплина, режим. Надо все отдать ради этого дела, как и в любом другом направлении. Вот, на сегодняшний день, вот в нашей республике, на твой взгляд, есть ли титулованные, перспективные ребята? Ну, они всегда есть, всегда будут. У нас молодежь очень талантливая. Ну, бывает, знаете, такая смена поколения. И какое-то поколение более успешное, какое-то менее успешное. Есть ребята. Вот у нас Арафат Баташев, вот с нами тренируется, молодой парень. Денис Батчаев, вот, тоже представитель коренной нашей республики. Победитель первенства Европы по юношам. Ну, работать есть над кем. Главное, чтобы у самих ребят было желание, стремление, чтобы как бы рвались к победам. Денис Ламбатчаев – молодой спортсмен, но, как и все его друзья-джудаисты, всегда настроен на победу. В копилке его медали уже есть победы. Он стал чемпионом Европы по дюдо. Тренируюсь я в Анапе. Тренер у меня Власов Александр Михайлович и Кирпиченков Федор Андреевич. Вот у меня два тренера на данный момент. И вот сейчас какой чемпионат впереди вас ждет? Через два месяца будет чемпионат России уже в новой возрастной категории до 21. Туда будем готовиться. Хочется выиграть, перейти сразу в новую возрастную категорию и стать первым. Старший тренер школы Олимпийского резерва номер один города курорта Анапы Денислама Батчаева Александр Власов уверен, что он станет участником следующей Олимпиады и покажет высокий результат. Победитель первенства Европы. Это достаточно высокий результат. Как вам природа Карачаева-Черкесии? Я уроженец Карачаева-Черкесии. Родом с Сатаницы Исправной. Всю жизнь, до 18 лет прожил в городе Черкесске. Мой тренер Пчелкин Вячеслав Иванович. Так что это мне близко очень. И это... Вот я не так часто уже приезжаю сюда. Но мощь, гор, природа. Конечно, это фактор, немаловажный фактор подготовки. Сослан Бастанов – один из самых титулованных дюдоистов, обладатель многочисленных кубков и медалей, заслуженный мастер спорта международного класса. Его учитель – заслуженный тренер России Александр Миллер. Свой опыт в мастерстве дюдо Сослан уже передает молодым спортсменам. Мы тренируемся в Челябинске. Там одна из самых сильных школ имени Александра Миллера. Центр Олимпийского резерва. В три этажа здания большие. И все, кто у нас есть здесь парни, ребята хорошие. Я буду дальше... Я недавно стал тренером, вот как полгода. Буду отсюда забирать, туда всех перспективных и дальше толкать на мировую арену. Важный фактор – то, что мы, когда мы сюда приезжаем, перед такими важными стартами, вот такой горный воздух, здесь очень поднимается функционалка, здоровье физически. Мы здесь бегаем кроссы в горы, тренируемся. В общем, набираем очень форму такую физическую. Два раза сильнее, чем там внизу. Прям чувствуется это. Первые результаты дзюдоистов от тренировок в горах будут известны совсем скоро. Спортсмены уже выехали на чемпионат в Майку. Альбина Ламкова, Зумарат Халкечева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Теперда. Незаметно подходит конец недели. А это значит, что можно распланировать свой досуг заранее. Наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева подготовила для вас подборку мероприятий и киноновинок. Ей слово. Доброе утро, друзья. Как ваше настроение? Вот какие мероприятия и киноновинки нас ждут. Сегодня в филармонии Черкеска состоится литературно-музыкальная программа «Мой край задумчивый и нежный» в рамках культурного проекта «Пушкинская карта». Завтра в библиотеке имени Хальмад Байрамуковой состоится день информации. Учитель на страницах книг, посвященный педагогическому празднику. Сотрудники библиотеки оформили книжно-иллюстративную выставку. Фанаты «Венома», ожидающие вторую часть, могут ликовать. На экранах стартует продолжение. Более чем через год после событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота «Венома», который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у сильного убийцы. А что будет дальше, смотрите в кино. Фильм «Холодный расчет» в драматическом жанре повествует о том, как Уильям обладел в совершенстве игрой в покер. Теперь он уверенно идет к участию в мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность составить позади тайны своего прошлого. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго и до встречи! Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите вести. Хорошего дня и до завтра на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова